Мы продолжаем прямой эфир «Утро на седьмом», и у нас есть уже долгожданные гости. Сегодня у нас в гостях Арения Яфи Яна и доктор, эксперт в сфере профессионального развития, практикующий психолог, и Сергей Снегур, переводчик. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. 21 июля в Зелёном театре состоится лекция, во время которой вы расскажете, как научиться радоваться своей работе и делать карьеру с удовольствием. Что вы можете, пожалуйста, рассказать об этой лекции? Кому стоит прийти к вам на это занятие? Данная лекция будет посвящена вопросам тому, каким образом найти своё призвание. И сегодня мы приглашаем, прежде всего, людей в возрасте от 20 до 35 лет. То есть это основная целевая аудитория, которая сейчас занимается поиском себя. Я думаю, что в любой возрастной группе наступает какое-то время для любой возрастной группы поиски своего призвания. Но, тем не менее, именно эта группа, она самая актуальная, потому что именно в этом возрасте люди больше всего подвержены каким-то внешним влиянием, их родителей. К 40 годам люди уже более-менее определяются с тем, что они могут и чего они не могут. Но в этом возрасте, начиная с 20, это самое проблемное в этом смысле. С другой стороны, возможно, они даже и знают, но, тем не менее, они находятся под очень сильным внешним влиянием. Да, нужно дать направление. Я так понимаю, эта лекция сможет дать направление. Да, позволит найти направление и одновременно позволит узнать, что мешает найти это направление. Наша образовательная система устроена таким образом, что вопрос выбора профессии молодые люди задают себе уже в 17 лет, когда, в общем-то, мы, наверное, практически ничего о себе не знаем. И как раз по окончании вузов в 23-25 лет мы, в общем-то, задаемся вопросом, а кто же я на самом деле и кем же я хочу быть? Какие есть возможно... Как, может быть, в более раннем возрасте правильно определить, чем хочется заниматься? Мы знаем, что дети в возрасте 4-5 лет спрашивают и говорят, что они будут, когда они будут молодыми, пилотами, красивыми, девушками, etc. Нам известно, на самом деле, что дети, начиная с возраста 4-5 лет, уже ставят перед собой эти вопросы и озвучивают их кем быть. Быть победителем конкурса красоты или быть летчиком или еще каким-то. Следующий этап, когда они ставят перед собой этот вопрос, это уже 17 лет. Но действительно, на протяжении времени посещения школы эти вопросы как бы не возникают. И обычно, когда они заканчивают университет, они действительно не знают, что им делать дальше. Но в наше время молодые люди, которые находятся в этом возрасте, существуют такие возможности для них, чтобы они сами придумывали себе профессию. И мы разработали определенные инструменты для того, чтобы помочь молодым людям в изучении себя и для того, чтобы найти такие профессии для себя лучше, эффективнее. А часто ли встречаются в вашей практике ситуации, когда молодые люди приходят с проблемой, они выбрали профессию не ту, которую они хотели, а ту, на которой, к примеру, настояли родители? Это не только для родителей, но не для профессии, которую они любят. Это это общая картина, общая ситуация, когда родители настаивают на том, чтобы их дети получили определенную профессию. Например, вот ты должен быть инженером. Но я не хочу быть инженером, мне интересно. Нет, это очень хорошая, замечательная профессия. Ты должен быть инженером. Советы родителей основываются на их прошлом, на их прошлом опыте, но детям-то жить в будущем. Будет ли полезна сегодняшняя лекция не только молодым людям, которые стоят на распуте, но и, возможно, их родителям? Может быть, нужно прийти как раз на лекцию именно с родителями? На самом деле для меня это был бы лучший вариант. Это как бы моя мечта, чтобы пришли они вместе, и родители, и дети, для того, чтобы они могли вместе. Поговорить на эту тему, обсудить. Потому что очень часто, как это известно из практики, предположения родителей строятся даже не на реальных фактах, а на их собственных фантазиях, на их собственных предположениях. А у вас были проблемы с определением себя, с определением профессии в свое время? О, да. Да, да, конечно. Вы видите, часть техник, которые я применяю, и методы основаны именно на моем личном опыте. Мой отец как раз принадлежал к тем людям, которые не любили свою профессию. Он был учителем, но на самом деле хотел бы быть врачом, терапевтом. И я видела, как по утрам он с огромным нежеланием собирается на работу, и в каком плохом настроении он находится вечером после окончания рабочего дня. И для меня это было большим удивлением, каким это образом, как это может быть, что человек, которого я так люблю, которому я чувствую такие отношения, может испытывать такие отрицательные эмоции. Фактически он был моим первым примером, моим первым учителем, который показал, каким образом на жизнь, на человеческую жизнь влияет правильный выбор профессии и правильное определение призвания. Он умер в возрасте 56 лет после первого сердечного приступа, и для меня он является ярким примером того, как человек сам себя убил, потому что он выбрал правильную нелюбимую работу. Это был один из примеров для меня, и потом, когда я работал клиническим психиатром, для меня это была тема особенно важна, влияние, призвание. На жизнь человека, и каким образом люди находят это призвание, каким образом они к нему приходят. Будет ли актуальна эта лекция для, возможно, уже взрослых, состоявшихся людей, которые как раз занимаются нелюбимым делом и хотят найти себя в чем-то другом? Они занимаются успехом, и они занимаются успехом, и они занимаются успехом, но они хотят найти что-то другого. Когда мы говорим о людях состоявшихся, то есть людях, которые добились какого-то успеха, тут необходимо понимать, что успех – это еще не все. Часто успех – это ловушка. Потому что возникает вопрос, если вы успешный человек, ну почему же вы несчастливы? И люди говорят, что с тобой происходит, ты ненормальный, у тебя великолепная работа, ты хорошо зарабатываешь, почему же у тебя плохое настроение? Почему это произошло? Потому что люди имеют свою идентичность, и у каждого человека есть своя собственная личность, своя идентичность, и люди на самом деле ищут возможность, каким образом ее продемонстрировать, ее использовать. Возможно, это Билл Гейтс, возможно, это люди из его окружения придумали это высказывание, известно, что исследуйте ваши чувства, и в соответствии с ними выберите работу, и если вы таким образом сделаете, то больше ни одного дня своей жизни вы не будете ходить на работу. Спасибо большое. Мы, к сожалению, вынуждены заканчивать наше интервью. Напомню, у нас сегодня в гостях Арения Яфа Яна и доктор, эксперт в сфере профессионального развития и практикующий психолог, и Сергей Снегур – переводчик. Сегодня, 21 июля, в Зеленом театре в 20.00 состоится лекция доктора Арении. Вход свободный, приходите все, кому сложно сейчас определиться со своим призванием, со своей профессией. Ну и стоит прийти на эту лекцию для того, чтобы получить какие-то направления в этой жизни. Мы уходим на рекламу, после которой обязательно продолжим. Продолжение следует...